Риск остановки котельной во время отопительного сезона из-за предельно малых запасов угля возник сразу в нескольких населенных пунктах Забайкалья. По словам исполняющего обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края Андрея Гурулёва, сегодня край оказался на пороге чрезвычайной ситуации. «Запас угля в муниципальных образованиях практически есть везде, с исключением у нас проблемный вопрос пошилки на пять суток Шилопугин и Ашинский район. Нет нормативных запасов угля, и есть риск остановки котельной в отопительный период». Несмотря на то, что запуск систем отопления в крае должен был осуществиться до 20 сентября, во многих домах как столицы региона, так и ряда населенных пунктов батареи до сих пор остаются холодными. Без тепла остались 82 социально значимых объекта и 602 жилых дома в Акшинском, Борзинском, Кыринском и Сретенском районах. Министр жилищно-коммунального хозяйства Евгения Батуева в своем докладе отметила, что по районам получены паспорта готовности, проведены гидравлические испытания, но не все дома подготовлены к отопительному сезону. По ее словам, особое беспокойство вызывает Аловянинский район. Несмотря на то, что летом на тепловых сетях прошла масштабная реконструкция, система к запуску оказалась не готова. Жилые дома не готовятся к отопительному сезону. Всего 20 домов промыто. Если мы сейчас эти дома не промоем, вся реконструкция, которая в этом году была, то есть она через 2-3 года придет в негодность. Поэтому прошу муниципальную власть. Вы зря просите, к сожалению. Вам надо не просить, а требовать, но при этом надо само организовать эту работу. 115 домов – это серьезный объем работы. Двумя бригадами это тоже непонятно, в какой срок вы успеете сделать. Кроме того, на оперативном совещании вернулись к проблеме срыва сроков по строительству чебанских стоянок. По данным Минсельхоза, на минувшей неделе должны были сдать 79 стоянок. Но из-за ситуации в Аловянинском районе и конфликта с подрядчиком возник риск просрочки. При этом, согласно указу президента России, все работы по восстановлению сельхозобъектов должны были быть завершены до 15 октября. Анна Хвостова, Андрей Шаронов. Время новостей. Продолжение следует... Продолжение следует...